так друзья пока камера у меня не сдохла продолжая флуд раннинг дело в том что ко мне сегодня пришла информация что youtube очередной раз хотят закрыть весьма возможно все возможно может это пугалка возможно так что вы я не успеваю скачивать все свои видео переносить дзен где у меня есть канал так что если вы можете при помощи там приложений скачайте какие вам интересные видео если нету нет возможно это и не пугалка почему потому что информация если объективно смотреть всю политическую информацию даже с учетом того что наши блогеров патриотических там закрывают они новый аккаунт открывает переносит еще приходят новые блогеры они не успевают то есть информация по миру разлетается честная именно та которая честно не от этих ухилянтов кастрюля головах а именно честная информация по миру разлетает и мир видит кто прав на самом деле мировой обстановке а кто а кто козлина последняя мразь поэтому они не могут это сдержать и видимо как в этом смысле они пытаются закрыть youtube вот так вот красный цвет никогда не хотел в тюнинге а мне и сиреневый то он не нравится цвет просто сиреневый голубой это те цвета кастомные которые я у японцев увидел в свое время поэтому а красные золотые какие-то там синие у китайцев зеленые еще появились это стоковые цвета поэтому я к ним как-то так уже но они приелись поэтому вот я там тогда это в сиреневом цвете но там ставка изначально была сиреневая поэтому я от этого стал плясать так ты конечно цвет красивый пурпурный я не спорю кто его как называть сиреневый слабенько кинул видите перебежки на этот они ветер друзья нет я не буду валить все на ветер и сейчас стоит мегабас вот поэтому неизвестно как оно все будет с ютубом но у вас все неизвестно как оно все будет возможно они в санкционном плане блин как она точно кидая я вот говорю вот этот я даже хотел купить тут на али за 6 тысяч по моему стоит bassone xd в пластиковом корпусе но и только из-за вот этой тормозилки зайдешь вот чисто из-за этой тормозил как она была сбалансирована поэтому тишина сегодня классная вещь сейчас все уже это не уже уже нет ни те катушки уже не те катушки не те вертушки до 17lb все-таки это конечно флюр достаточно толстый его надо использовать на таком явном таком перетормозе ну не на явном перетормозе на ощутимом перетормозе и либо с достаточно тяжелыми хорошо летающими приманками это не обязательно джек это могут быть тяжелые воблеры какие-то даже свимбейты у меня есть такие они хоть и летят как неизвестно как но за того что они тяжелые они летят поэтому твичинг твичинг сплошной твичинг у нас до маразма можно дойти но четко прям человек стоит твичит что-то рассказать не надо ничего сказать твичинг очень простая это очень простая комбинация проводки и хотя на и разные но просто вы сами себе задаете там какой-то гимор еще раз говорю переведите пиндосские видео услышите просто год один удар пауза два удар пауза три удара потом три удара два пауза два удара это все от того что они так же как и мы с вами не знаем как реагирует рыба не на динамику на какую-то думают там да допустим ведь оптимальные они это знают хорошо спортсмен особенный что важна подача приманки вот вы нашли рыбу до поехала как спортсмен поехал от нашли смотрит паноптикс и начинает подавать соответственно он там уже не как вам сказать он не как правило не занимается вот этим два удара три удара он просто там подтвичивает но как правило по паноптикс уже они не твичит там ты значит когда уже рыбу находит там уже используются другие приманки которые идут пилогически включая те же самые кренки которые делают некоторые different под углом заглубляется но тем не менее правильно подать отвечен к это грубо говоря от милляк там вышли они на милляк и начинает твичить либо он на лодке там вроде сам на середине озера там пупок просто-напросто там глубина 2 метра там допустим да какой-нибудь или до растительности 2 метра он твич там в районе либо он поехал то находит что бас держится средних слоях глубина там 5-6 метров до там бас средних слоях там какой-то в летний период например и вот он стоит и самый твич там по своим бам-бам-бам долбит хорошо посмотреть кевина ван дамма не просто как он зажжет дубай как он рассказывает ничего особенно он там не рассказывать про твичинг ну тем не менее кое-что рассказывает он рассказывает коротко но ясно если вам интересно про твичинг для чего когда используется ну по басу вот и что еще важно хотел сказать все что я вам рассказывал про воблеры мину про твичовые воблеры и те техники которых я вам рассказывал это адаптации под нашу рыбу под хищника под нашего друзья не под баса хотя и хищники между собой водяные пресноводные различных рыб тот же бас нашей щуку или там с нашим окунем более близкий там судаком где-то у них реакция на приманку очень схожие но это но все равно значит анимация сама не то что прям вот именно скорость разная для баса тоже иногда используется медленная очень проводка просто он же тоже там по-разному реагирует где-то стоит время года какой там после риса вода не лист после нерестовый период до нерестовый период у него температура воды вот это только также влияет на него в меньшей степени как у нас все-таки это рыба более южная тому подо льдом не ловит но вот эти вот момент они используются в проводке соответственно тоже и медленно использовать а именно вот какая-то анимация определенная даже например тоже самый twitching более агрессивный да они используют не потому что это на флюре он там на флюре как я сказал ранее там воблер нормально колбасит с ученого как они долбит его и зачем я говорил отвечен и все что говорил я про twitching отвечу воблеры про динарные крючки про как завести воблер шуму не амплитуда была на месте разворачивался что это очень важно для чего для нашего хищника это именно для нашего с учетом басовых воблеров друзья басовый мы же используем основан как данном случае здесь из 80 диповый стоит у меня это басовые воблеры они немножечко в наших условиях по-другому играют ну в идеале вот в идеале что вот прям вот четко они играли именно четко и так как просто брать в антенны и там под твички делать какие-то сраные ну естественно делать какое движение рыба реагирует но надо же чтобы вы понимали что рыба будет реагировать а вы просто под твички делали она не реагирует ну допустим там где она есть вот ошибочка соответственно чтобы из него сделать в наш воблер ему нужна другая проводка вот об этом я и говорил про твичинги на второй цвет кастомные который мне нравится это голубой пурпурный голубой опять исходя из того что это японские цвета и увидел их у японцев потому что красные золотые просто надоели чисто исходя из этого одежда такие цвета конечно ребята не использую вы как хотите но я розовые футболки и пола не нашел фифу и рубашки на всякий случай тоже вот а то тут юрий сочинскому не нравится видите ли пурпурный цвет такое ощущение что он терминатор вот этот цвет пурпурный цвет это цвет салте стейдж на морская морская программа удилищик она в японии голубой кастомный цвет давно был смотрится неплохо на катушках классно кидает ну вот такой flood runner номер три с это самое не знаю почему пока но эргономик еще раз повторюсь 100 раз эргономика работа с катушкой и иначе подмотка бросок пока что вот оптимальный из всего что я вообще в руках держал как это не странно можно спасибо за внимание